Здравствуйте, уважаемые зрители, это снова я, это CryptoSpy, это мой следующий обзор криптовалютного рынка на русском языке. Итак, начинаем. Давайте посмотрим на котировку ведущих криптовалют, согласно сайту CoinGecko. И здесь видно, что рынок зафиксировал такое разностороннее движение за последние 24 часа. Цены некоторых криптовалют снизились, других выросли. И я именно хочу сегодня прокомментировать вот это разностороннее направление в последнее время у некоторых криптовалют, согласно моим наблюдениям. И что я сейчас возьму? Вот, например, видно, что цена Litecoin выросла на 11%. Тоже цена Bitcoin Cash, например, выросла на 5,5%. Цена DogiCoin, например, и так далее. В то время, когда практически цена Биткоина, цена Ethereum, например, цена Polkadot, цена Cardano снижаются. Конечно, есть исключения такие, как XRP и Stellar, но мы знаем, что там сейчас ситуация немножечко специфична, поэтому сейчас у них идет рост. Но если мы уберем эти криптовалюты, вот наблюдается некое такое разностороннее направление между ценами разных типов криптовалют. И вот, что я сейчас возьму. Вот цена Биткоина. 59 765 долларов. И, соответственно, я возьму динамику Биткоина за последние 12 месяцев. Давайте на дневном тайм-фрейме убираю все вот эти практически лишние элементы с графика. То есть вот она практически ценовая динамика Биткоина. Давайте мы возьмем с начала 2020 года, то есть примерно за последний год или полтора. Вот она ценовая динамика Биткоина. Сейчас что я делаю? Биткоин это просто криптовалюта, то есть монета, которая практически можно сказать pure cryptocurrency, то есть она чистая монета, которую практически можно использовать в качестве средства сохранения стоимости или для обмена, но она практически не отличается от Ethereum. Ethereum это платформа для смарт-контрактов. То есть я возьму сейчас Ethereum, то есть график Ethereum. Сравниваем. Вот она практически цена Ethereum. То есть видно, что за последние 12 месяцев рост Ethereum, то есть с начала 2020 года, значительно опередил рост Биткоина. Грубо говоря, в два раза. Берем Cardano. Еще одна платформа, как Ethereum для смарт-контрактов. То есть добавляю ADA, ADA USD, то есть Cardano. Вот он практически ценовой рост Cardano. Еще одна платформа для смарт-контрактов, которая зафиксировала очень мощный рост по сравнению с ростом Биткоина и даже по сравнению с ростом Ethereum. Сейчас мы берем не платформу для смарт-контрактов, такую как ADA, Ethereum и так далее, а берем, например, также схожую монету pure cryptocurrency, как, например, Bitcoin. То есть берем Litecoin. Та криптовалюта, которая мы увидели, что в последние практически 24 часа, за последние 24 часа значительно выросла. Вот мы добавляем Litecoin. И что мы видим? Ценовой рост Litecoin за этот период значительно отстал от других криптовалют, даже и от Биткоина. Берем практически еще одну криптовалюту Dash или Monero, то есть такую монету, которая практически не является платформой для смарт-контрактов, а просто криптовалютой для обмена, то есть pure cryptocurrency. Берем Dash. Такой же рост, как и видно и у LTC, схожий. То есть они отстают даже от Биткоина. Если добавить Monero, то есть XMR, XMR USD, очень-очень схожая ситуация. Вот он этот рост. Вот он этот рост. Даже давайте возьмем и XRP для сравнения. Та криптовалюта, которая сейчас в последние дни кажется, что очень сильно выросла. XRP USD. То есть вот он практически рост XRP. Мы видим, что все вот эти практически криптовалюты, как XRP, Dash, XMR, LTC, они имеют схожий рост. Они отстают от Биткоина частично, но очень сильно от платформы для смарт-контрактов. И за последние практически там один год, то есть начало 2020 года. То, что я хочу сказать. Может быть, получится так, что в этом году вот эти монеты, которые не так сильно выросли за последние 12 месяцев, но они являются интересными инструментами, они сейчас будут догонять рост о платформ для смарт-контрактов. И они сейчас зафиксируют более сильный рост, чем вот эти платформы для смарт-контрактов. И может быть, именно поэтому вот это разностороннее направление в последнее время. XRP вырос, Litecoin вырос, Stellar как XRP, Bitcoin Cash, если взять, например, Doggy Coin или все вот эти Monero и так далее. То есть сейчас, видимо, наступает интерес к спросу на криптовалюты, а не на платформы для смарт-контрактов. Еще раз, я именно с этого начала, сегодняшний обзор, что наблюдается разностороннее направление. И может быть, в этом году практически сейчас эти криптовалюты, они догонят по росту платформы для смарт-контрактов. Итак, друзья, это мое всего лишь личное наблюдение, мнение. Поделитесь, я не знаю, если это действительно будет так. Это просто мое мнение. Поделитесь вашим взглядом на эту тему в качестве комментариев ниже этого видео. Конечно, по-любому я вам всем желаю удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте, приятных выходных и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCryptoSpa. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.